Можно какой-нибудь для инициации, опять же. Я просто не знаю, кто еще в оффлайн из ранжевичков может пойти. Но это пока саппорт второй Леон. Кстати, очень хорошо заходит в плане того, что, опять же, есть ранние дизейблы, хороший нюк в виде пальца смерти в лицо. Ну и Сларк от Ехоум, недолго думая. Интересно, интересно, но мне пока непонятно, на что опирается стратегия Винкс Гейминг. Я так понимаю, ребята хотят закончить очень быстро игру, там минут за 25, но если ребята из Винкс не успеют за это время, я думаю, что у них огромные проблемы в плане того, что у Ехоум, ну, под замес тут очень хорошая комбинация. Опять же, есть истяжка Дарксира и Эхестом Титана, Эрф Сплиттер сверху, забегает СМ, которая кастует Новый Год, так далее. Очень много Ауи урона, опять же, Сларк очень любит битвы на долгую дистанцию, можно наворовать много статов и просто бегать, всех убивать. Так что, не знаю, не знаю, боюсь я как-то прогнозировать, кто здесь быстрее победит. ДК забанили у нас Винкс Гейминг, и Тайт Хантер также отъезжает в бан от Ехоум. И Алхимик на ласт пик для Ехоум, это очень жадный пик, но посмотрим, посмотрим, насколько он себя оправдает. Ну и что Винкс себе заберут на ласт пик, им все еще нужен хороший оффлейнер, желательно тот, который будет выживать, которого тяжеловато будет зацепить через Кристалнову, Сларка и так далее. Ну, я бы брал битрайдера какого-нибудь, не знаю, там, кто там. Или, не, ну аппарат уже вряд ли, учитывая, что уже есть Леон и Оракол. Из оффлейнеров я только, почему-то мне хочется еще увидеть ранжевичка, за счет того, что есть аура дровки, крайне полезная. Ну и ожидаем, остается не так много времени, буквально 30 секунд. Так, все, я увидел, ребяточки, спасибо большое за ориентацию по звуку, дай бог вам здоровья, ну вы поняли, всего-всего. Ну не так много остается времени для Винкс, это Nature's Profit, действительно подзабыл я про этого героя. Ну опять же, для Пуша, да, неплохо заходит, посмотрим, ладно, в любом случае. Как сыграет у нас Винкс Гейминг этим пиком, довольно-таки интересно. Ну что ж, разбирают пока, ребята, у нас героев. Пока разбирают, ребята, героев, я напомню, что формат данной встречи Best of 2, то есть у нас будет как минимум две игры между этими двумя командами, и мы все еще смотрим Dota 2 Professional League, счет 0-0, и это только первая карта на сегодня. Вообще интересно, неинтересно, так скажем, жарко начинается утро у нас, отличное противостояние против двух топовых команд, по сути, потому что действительно ребята из той, из той команды играют очень хорошо. Я надеюсь на яркую, яркую динамичную игру. Все-таки не хочется наблюдать за терпеленной Dota и так далее, потому что, ну, будем честны, это неинтересно большинству зрителей, так скажем, когда игроки обеих команд фармят по 40 минут, и потом у нас какой-нибудь один ключевой замес, одна команда ошиблась, и, собственно, ГГ, ВП, и мы начинаем следующую. Так что давайте смотреть, наверное, на том, кто на ком будет играть. Начнем мы с представления команд. Начнем мы, наверное, с команды Винкс. Блинк будет играть, конечно же, на Мирани, на Дроу Рейнджер у нас будет играть, товарищ Шадоу, на Nature's Profit и, само собой, Фейт Бьян, на Оракли Айс Айс будет играть, и Энонсенс будет играть у нас на Леоне. Ну и команда Ехом. Олд Элевен будет играть на Дарк Сири, Олд Лан Эм будет играть у нас на Элдер Титани, Олд Чикен будет играть у нас на Алхимики, Фенрир будет играть на Кристал Мейден, и, конечно же, на Сларке у нас будет играть товарищ Айс Айс Айс. Боже мой, как у них все Олды, Айс 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 Айс, не хватает еще Супер и Тароу Супер в одну команду, чтобы совсем путать комментаторов, и чтобы в замесах я кричал Айс 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 прыгает на Айс Айса, дает там прокаст и так далее, будет очень забавно. Ладно, не суть. Постараюсь не путаться с самого утра. Ну что ж, давайте смотреть, будет ли у нас какая-то ранняя агрессия. Вот я вижу, что на нижнюю руну пока выдвигается команда E-Home. Кстати, они могут неплохо подраться за счет того, что у них есть и Эхостом прокачанный, опять же, и ССМ-ка с колбой. Ну и что, похоже, драка будет сейчас у нас? Начинается драка, проблемы пока у Алтан Айс Айс Айс, огромная проблема, очень больно пробили. Эхостом залетает по одному блинку, но блинк лип прокачал, так что уйдет. Ну и в итоге такая себе агрессия у нас вышла. И Алхимик, конечно, забирает себе руну нижнюю. А на топе у нас неужели... Нет, Леон отжал, все нормально. Ну что, расходятся у нас игроки по лайнам, давайте посмотрим, кто где и против кого будет стоять. Ну в миде, понятное дело, у нас будет Мирана против Алхимика, противостояние, в принципе, стандартное. На боте у нас будет Шадоу, ему сопортить будет Айс Айс на Оракле, против них будет стоять Олд Элевен. Ну, кстати, ему больновато будет, нужно ему быть поаккуратнее. Это пока только первого левела дровка, а потом, когда будет замедляющие стрелы и так далее. Так что, ну, лучше не подставляться, безусловно, потому что пробивать все равно будут сильно. Ну и на топе у нас будет Фурион на пару с Леоном. Противостоять, я так понимаю, Трипле, да. В виде Титана, Кристал Мейден и, конечно же, Сларка. Примерно вот такая расстановка у нас по лайнам. Вот. Так, тут тем временем уже начинают потихонечку напрягать у нас Элдер Титана, ну и Леонечку нужно бежать, нужно под колбой, если подставиться, по улице ему оторвут. У нас там быстрое ТП домой, да, было тем временем от Оракла, так что все нормально, я уж испугался, что ФБ пропустил. Ну, вот так начало сегодняшнего игрового дня, так что такое. Так, в миде тем временем Олд Чикен уже потихонечку начинает напрягать блинка, кстати, ему крайне неприятно ставить. У него, конечно, есть ангусы, но вот по 10 спреям, да, действительно, неприятненько. Ну, а с другой стороны, лайн пушится, так что можно спокойно получать экспу. Как мы знаем, что Миране экспа очень даже нужна за счет того, чтобы максить свой старфол. Ну, а тут у нас за каждого криточка бьются на топе два оффлейнера и саппорт команды Винкс. Пока у нас спокойная игра довольно-таки, все еще счет 0-0. Прошло уже 2 минуты, особой агрессии мы не видим. Но я так понимаю, пока ключевые левелы не получат какой-нибудь Леон и Леончик. Вот он, например, получил сейчас руну инвиза, перемещается в мид, а то там в лесу уже начинает Ланэм развлекаться с крипами. Ну, по поводу вот этого развлечения, я не знаю, может иметь смысл себе купить какой-нибудь талон и полноценно пойти лес пофармить, как вариант. Тут вот за курьером охота немножко не успел у нас Леон. Но был близок, чтобы подцепить курьера. Ну, возможно, будет выход в мид, как вариант. Ну, пока тратит время, как по мне, Леон. Бесполезно. Тут он, кстати, спалил Олд Ланэма. Боже, вот эти приставки Олд немножко выбешивают. Всю жизнь был просто Ланэма, вдруг он стал не Олд. И у них там три Олда, типа три старика, тут прилетает Форион. Проблема у нас у Титана. Титан, какие плюхандрии залетают тем временем с рученьки. Это ферстблат для команды Винкс. Хорошая в итоге реализация руны на боте. Проблема Олд Элевена. Привязочка пошла от Оракла. Еще пару тысячечек, о чем я и говорил. И это еще и Дарксир отправлять в таверну. Это уже 2-0 становится в пользу команды Винкс Гейминг. О чем, собственно, и говорилось ранее. Я бы на месте Дарксира также задумался о покупке талончика и смещения полноценно фармить лес. Потому что ПКДО, по идее, так должен напрягать на лане. Ему будет крайне тяжело стоять. А здесь уже вовсе начинается пуш. Тем временем очень больно Фенриру. Слушайте, остается 130 хп. Ну и нужно с Эмки быть поаккуратнее. А тут тем временем окружили Леона. Эх, и Стон попадает неплохо. Сларк прыгает под спилпаунсом. Ну и Леона можно продавать. В принципе, да, понятное дело. Это первый фраг для команды Ихоум. 2-1 становится счет. Вот немножко загулял у нас Леончик. Занаглел. Так, прямо скажем. Так, что там тем временем на боте? Опять прибежал сюда Дарксир. Но пока у Дарксира все не очень хорошо. Один раз он уже фиданул. Стоит он пока под своим тавером. Понятное дело, сейчас будет пытаться накидывать как-то щитки. Но опять же, Дарксай это рейнджевой герой. Проблем у него с этим не должно быть. Что-то на Лучикина. Не везет немножко Лучикину на баунти руны. Забирает Оракл на боте баунти, да. Ну, ничего страшного. Я думаю, и так он выформит свое. Но если были бы баунти руны, понятное дело, бурстанулся бы он неплохо. Вообще, если смотреть по крипстату, пока принципировная игра на миде. Но вот немножко меня смущает то, что у нас Дрорейнджер на абсолютном фрифарме. Мы видим, что он 27 на 12 у него крипстат, топовый. Сейчас, наверное, включим Нетворсы, чтобы уже отслеживать статистику. Ну, а по Нетворсам мы видим, что пока Алхимик лидирует. Но это, понятное дело, за счет пассивки. Особых проблем у него с Нетворсом быть не должно. Так, там, блин, тем временем очень сильно просажен. Так, Айс Айс помигал. Тут что-то там ему летит. Ну, это варды, в принципе, здесь все понятно по-стандартному. А чего я еще ожидал, конечно же. Айс 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 тем временем приспокойно себе фармит. Кстати, да, он догоняет по Нетворсу уже Дровку тем временем практически. Ну, опять же, сейчас шестое получит. У него особых проблем по ХП не будет. Будет спокойно размениваться, если что, врываться на кого-то. Ну и пока я не понимаю, на что надеется Винкс Гейминг. Они не начинают пушить. Обычно с таким пиком, там, с минуты, там, а-ля четвертый-пятый вы собираетесь пятером. Как только Дровка получает шестое, вы идете в пуш. Так, Леон здесь тем временем не могут его подцепить. Помигали. Так вот, к разговору про пик команды Винкс. Обычно вы собираетесь и начинаете систематически по одному забирать тавера. То есть вы сначала забираете все Т1, потом переходите плавно Т2, потом Рошан и пытаетесь зайти уже на вражеский хайграунд. И, как правило, это проходит за минут 25. Ну, максимум 30. Ну, пока, к сожалению, я не вижу никакой пуш-стратегии от команды Винкс. Они пока фармят. Ну, в чистом фарме, как по мне, не проиграют. Так вот, тем временем, врыв на Фуриона. Еще пару тычечек. Пошел Шадоу Дэнс. Ой, какие плохие спруты в итоге поставил сам на себя Фейт Биан, и он умирает. В итоге, соло-фраг для товарища Сларка. Неплохо сыграно. Ну, и я пока не понимаю, на что надеется у нас команда Винкс, потому что Сларк, как ни крути, он сильнее Траксы. Опять же, если до нее добирается, если купит себе какой-нибудь Блинк или Лотар, так что проблем у него особых не должно с этим быть. И, как по мне, команде Винкс пора бы уже реализовывать свое какое-то преимущество рейнджевых атак и так далее. Ну, вот, Смоки бьются тем временем от Винкс Гейминг, и отправляются они пока во вражеские леса. Кстати, неплохо могут, например, гагнуть Чикина. У нас стоит Сентряк, не нужно его пока ломать. Чикина, нашли. Хекс, пошел прыгать у нас. Блинк, проблемы у нас у Фрю. Точнее, алхимика, и алхимика отправляется в таверну. Отличный смок вылазка. В итоге, еще сейчас крипов его заберут. Тут крайне неприятно, наверное, для алхимика. Хотя, здесь уже подошел Айсайз, Фенри рядом. Здесь у нас стоит, если что, Ланэм. Закидывает спиритами, эхо-стомпами. Ну и пока в итоге счет становится 3-2. Но, конечно, потерять мидера это крайне неприятно. Там на топе тем временем уже разминает потихонечку крипочков Айсайз. Пришел сюда Фейт Биа. Ну, выпрыгивает, понятное дело, из прутов у нас. Сларк его особо не законтролить, пока нет какого-то хикса. Так, тем временем на миде проблема у Фенрира. Стрела попадает. Пошел Старшторм. Старфол, конечно же, простите. А не, Старшторм, правильно. Ну и умирает в итоге у нас товарищ Фенрира. Хотя вот тут на развороте можно забрать Леона. Еще пару тычочек. Спирит пошел. Леон заденается ли? Отличная игра от Леона. Хорошие дэнаи от крипов. Ну и в итоге ни копеечки лишние не дают своим оппонентам команда Винкс. Хотя я поторопился, возможно, насчет того, что закончилась у нас погоня. Все еще гонится за блинком. Здесь у нас есть, если что, Фейт Биан. Хорошие спруты кидает. А Фейт Биан просто делает ТП. Ну вот она, первая атака на ТВРа. Тавр очень битый. Тавр сейчас упадет. Это будет первый Тавр в копилочку команды Винкс. Неплохо. Тем более еще Дровка забирает. И Дровка теперь вырывается в топ-1 по Нетворсу. Но, опять же, Сларк вместе с Алхимиком пока еще не особо отстают. Так что слабое утешение Дровки, конечно, нужно фармить поболее. Фейт Биан тоже научен опытом. Хотя, не знаю, насчет того, что научен. Очень больно Фейт Биан. Он пытается улететь, но просто улетает, понятное дело. Сбить особо нечем. Никого рядом из тиммейтов не было у Сларка. Но в любом случае прогоняет просто. Фурион и Фурион пока не фармит и не пушит. Хотя, вот он возвращается сразу на Лайн. Купил себе, если что, ТП. Ну что, давайте глянем, наверное, графики. Спустя 9 минут, пока у нас особо ничего не происходит. Пока все фармятся. Время посмотреть, как обстоят у нас дела. А у нас дела обстоят не очень. Потому что у меня почему-то дома не прожимаются графики так напрямую. Но мы увидим, что по Галде уже ведут нас за 2000. Команда Винкс по XP преимущество. Чуть больше 1000. Не сказать, что огромное. Но все же присутствует. Это приятно. Безусловно. Так, у Алхимика как дела? У Алхимика скоро появится Армалет. Здесь все опять же по стандарту. Потом будет выход в какой-то Рэдинс. Потом в Мантул, Актарин. Там Тревел Тапки. И поехали. Ну короче, вы поняли. Тот самый Алхимик. Здесь все понятно. Мне интересует, что там у Траксы. У Траксы уже появился Драгон Лэнс. Неплохо сыграно. Очень полезно. А это будет за счет того, что здесь действительно нужен миллионный рэндж. Чтобы с безопасной рэнджи пушить ТВРа. У Блинка тем временем рендроп фейзы. Понятное дело, чтобы его сильно не пробивали. Так, тем временем у Олд и Левна проблемы. Цепляют его. Да, ну и вчетвером его просто здесь разорвали. Это пятый фраг для команды Винкс. Ну вот он начинается пуш. Агрессивный пуш от команды Винкс. Будут выходить сейчас на Т2. Подходят сюда, если что, у нас Фенриер. У Фенриера, конечно, нет нового года. Но за счет колбы там как-то новый. Вызов позакидывать можно попытаться. А там в миде тем временем, если что, караулят уже потихонечку. Ланема. Ланем пошел охестом. Все-таки Блинк забирает нас с Т1 по миду. Олд Чикен пытается тут как-то отпушивать. Но под ультимейтом его бить такое дело. А вот без ульты, безусловно, он, конечно, будет умирать. У него все еще. Небольшой левел. Всего лишь восьмой. Ну и очень битый тауэр. Глиф есть, если что. Так, в позиции стоит Блинк, который может закинуть неплохую стрелу. Пока Мунлайт Шадоу не прокачал. А на топе тем временем Фейт Бьяна в очередной раз. Похоже, забирают. Да, Фейт Бьян. Есть, конечно, сейв ТП. Нонсенс. Проблемки огромные сейчас будут у Айсайса. Айсайс в итоге умирает. Не переиграл немножко он Шадоу Амулетом в итоге. И в итоге Сларк перенаглел. Ну что ж, потеряли тем временем Т2 по боту. У нас команда Ехоум. А Т1 здесь задинаили или нет? А нет, Алхимик задинаил. А здесь Мирана... А здесь просто силу тьмы разрушили. В итоге не смогли задинаить Тауэр. У нас команда Веникс. Ничего страшного. Как там дела у Сларка? Да, мы видели, что у нее уже есть Шадоу Амулет. Будет выходить Влатар. Понятное дело. У Ланэма пока ничего сверху нет. Ну а где Дарксир меня интересует? У Дарксира тоже пока ничего особо нет. И как-то печальненько все складывается. Для команды Ехоум. Опять же, в теории, у них очень хорошая комбинация на масс-замес 5 на 5. Опять же, Дарксир со стенкой стяжкой. Опять же, Эхо Стомп, Эрв Сплиттер, Новый Год, СМК. И все это очень хорошо дамажит, опять же. Но это... Опять же, нужно подставиться всей команде Винкс. Я не думаю, что они настолько плохи, чтобы подставиться под проказ. Так, тут выход, смок-атака на Блинка. У Блинка сейчас будут проблемы. Алхимик подрубает ультимейт. Новая пошла. Айс Айс. Айс Айс Айсу нужно бегать. Айс 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 запрыгивать в Айс Айс. Айс 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 просто моментально сбрила. Ну и это самый лучший, наверное, размен для команды Винкс. Потерять одного саппорта. Спалить всю смок-атаку. Это все лучше, нежели бы они потеряли Мирану какую-нибудь. Что там по этому у команды Винкс? Ваганим будет выходить у нас, понятное дело. Мирана. У Леона уже есть Блинк Даггер. Вот это, кстати, ключевой айтем. В плане агрессии можно и не только пушить, но и контр-инициировать как-то. Там у Фуриона тем временем пока особо ничего нет. Есть у него, понятное дело, Баклер. Будет выходить он в Мекку. Тут уже Рошан в копилку команды Винкс. И очень быстро он падает. Влатар будет выходить у нас, если что, Дроу Рейнджер. Тут бегает рядом Олт-Элевен. Ну и Рошана забирает у нас уже команда Винкс на 13-й минуте. И можно как раз-таки с эгидой бессмертия уже идти агрессировать. Скоро второй ультимейт уже появится. У Шадоу. Шадоу. Наверное, нельзя его ник, по идее, склонять. Шадоу, да, это нельзя Шадоуа сказать. Действительно, простите. Все-таки просто Шадоу, да. С эгисом можно идти агрессировать. У него тысяча на руках. Я не знаю, я видел много раз, что на дровке собирает уже пику. Но пока это Лотар, понятное дело. Так, на топе там у нас Драк. Так, а тем временем забрали у нас Фенри Растан. Залетает в Блинка. Но просветочка-то есть. Да, просветка есть. Проблемы сейчас могут быть у Блинка. Но Блинк уйдет. Он там очень быстрый. Под хостой, так что не взять. Его отхиливают здесь уже Оракл. Помигали тем временем на Леона. Леон просто делает ТП. В итоге потеряли одного саппорта, только Ехоум. За всю драку. Ну и, скорее всего, Тавар тоже потеряют. Хотя тут могут быть проблемы у ЛТ Левона. Прилетел сюда Фейт Бьян. В итоге как-то кривовато немножко залетел. Так, Шадоу в Инвизия. Ну, а Олд Элевен просто влетает. В итоге никого не найдет у нас Дроу Рейнджер. Понятное дело. Так, на топе там в спину обходит Айс Айс. В Лотаре. Спалили его тем временем. В Сентрике сейчас вся команда. Винкс просто влетит. Мимо Айс 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 пропрыгнул. Боже, какая-то автология начинается. Айс 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 против Айс Айс Айса. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, не суть. В итоге никого не нашли здесь, не подцепили. Опять же, Сентрик хорошо сработал. Спалил все передвижение Сларка. Ну и тут начинается уже пуш. Т2 по миду. Так, я слышу, захиксили Айс 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 Айс. Айс 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 умирает. Да, по-моему, Айс 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 умирает. Три Айса, короче, умирает. Два Айса все еще жив. Забегал немножко Сларкевич. Это не та команда, которая не покупает Сентри. Опять же, у которой нет Вижена на Инвиз. Так что бегать в Лотаре не самая лучшая идея. Во вражеском стане. Ну что, попытка зайти на Хайграунд. Вот она дровка. Опять же, Драгон Лэнс, который позволяет расстреливать с безопасной рейнджи с лоу-граунда Тавара. И Тавара, понятное дело, будут падать. Несмотря на то, что есть миссы. Олд и Левн огромные проблемы. Одной тычки буквально не хватает. Хорошая колба залетает от Фенрира. Спасает он своего тиммейта. Но сам подставляется по стрелу Мираны. Олд и Левн. Ой, не Олд и Левн. Фенрир, конечно же, умирает в итоге. Это очередной фраг для команды Винкс. Ну и вот она агрессия. Похоже, сейчас будут пытаться реализовывать тот самый Аегис Шадо. Вот он стоит за рейнджой Тавара. Расстреливает просто Тавар. Тавар начинает падать. Конечно, Глип все еще есть в фортификации. Пошли барабанчики. Эхо Стомп. Прыгает Айс Айс Айс. Хорошо его спрятали с пруты. Шадоу Дэнс пошел. Росплиттер также сверху. Никуда просто залетает Росплиттер. Проблема огромная у Сларка. Сларк умирает в очередной раз. Сларк в таверне. Еще один Эхо Стомп. Но толку от этого маловато. Что там по Меке? Мек все еще есть. Да, так что проблем особо не должно быть. Как больно Чикину. Чикину еще буквально парочку тычечек. Да, Чикин также отправляется в таверну. Ну и похоже сейчас закончится тем самым. Байбэк делает моментально у нас Алхимик. Пытается тут уже всех расстреливать Шадоу. Ну и Казарма начинает потихонечку падать. Милишный барак упал. Проблема у Олд Элэуна. Стяжка никакая. Блин, просто выпрыгивает с Липа. По обгоне тем временем за Дроу Рейнджер. Дроу Рейнджер под ультимейтом у нас Урокла. На развороте. Забрали все-таки Дровку. Кстати, могут забрать еще и Нонсенс. И Нонсенс умирает. Неплохо. Финрир. Финрир. Куда что так далеко зашел? Финрир также отправляется в таверну. Олд Чикин. Олд Чикин тоже похоже умрет. Олд Чикин после Байбэка умирает. Олд Чикина не будет еще минуту. Отлично реализация Еггитса. По факту половину страны забрали. Много, много фрагов сделали. Заставили Байбэк сделать у нас Алхимика. Это получается в итоге раз, два, три, четыре, пять фрагов. По сути, вместе с Байбэком не сосчитать. Мы видим, что, конечно, вроде как по голде там они выиграли две тысячи. Но по экспе мы увидим, какое огромное количество они выиграли, победили. И мы сейчас посмотрим графики. По графикам у нас все сразу будет видно. Да, действительно. За Винкс уже преимущество за четырнадцать тысяч по голде. По экспе уже за семь с половиной перевалило. И как выбираться из этой ямы команде и хом? Я не знаю. Мне немножко непонятны врывы Сларкевича. Вот эти вот на... Соло на троих. Неужели он думает, что его так тяжело пробить? Мы сами видели, как ему отрывают лицо очень быстро. Дровка под аурой. Со своими тиммейтами. Так что пока все печально. Блинк в позиции. Алт и Левен. Щеточек накинул и побежал. Стрела! Буквально рядышком пролетела. Но было близко. Так, Айс Айс. Ну что, будешь прыгать, Айс Айс? А сало в лицо не хочешь? Спруты. Саленс. Пошел он в Лайд Шадоу. Пошел у нас Астрал Спирит. Погоня за всей командой. Винкс. В итоге просветки никакой нет. Вот только сейчас поставили вижен. Ну и все захлебнулось. Но Винкс, понятное дело, подождут следующего Рошана. У них все очень даже хорошо. Там дровки можно что-то там дальше выфармливать. Я не знаю, манту какую-нибудь как вариант. Либо же. Действительно, пику. Как мы видели уже не раз. Илюшин Иллидан недавно сказал, что это лучший айтем для Дроу Рейнджера на своем стриме. Я сказал, что действительно похоже этот айтем. Специально разрабатывали под нее. Не знаю, насколько это оправдано. Но, возможно, действительно купит этот айтем. Возможно, что-то другое. Пока деньги не тратит, понятное дело. Есть у него, кстати, на байбэк. У него избыток аж 3000. Я не знаю. Может быть, стоит себе действительно что-нибудь купить. Хотя бы яш какую-нибудь там как вариант. Ну что, начинает падать потихонечку Т2 на топе. Глиф прожат. Айсайсайс побежал в лотаре. Тут у нас стоит хороший Сентряк. Привет, Айсайсайсайс. Айсайсайс, боже, ну что ты делаешь, Сларк? Стан залетает тем временем по Фейт Бьяну. Ну и что? Олд Чикен пошел соло. Росплиттер, кстати, неплохой вроде бы. Но в итоге мало, слишком уродно. Пошли у нас фруты. Олд Чикен очень больно. Подкопали Олд Чикена. Мека сверху. Олд Чикен в итоге умирает. А там байбэка нет. И это ГГ. Боже, я не знаю, что случилось с Ехом. Что делает этот Айсайсайсайс. Но ты, блин, ну ты понимаешь, что ты играешь не просто папчик. Ты играешь против профессиональной команды. Ты бежишь соло в инвизии. К врагу. И ты должен понимать, что там на подходах по-любому будет какой-то стайдетекшен у тебя. Там, а-ля. Центрик, просветка, что угодно. Все может быть. Ну, то есть, слишком, слишком самонадеянно ведет себя у нас. Айсайсайс, надеюсь, ко второй игре он соберется и покажет себя с более лучшей стороны. Ну, а мы поздравляем Винк с первой победой.